Нет войне. Под таким девизом прошли выходные во многих регионах Украины и даже России. Тысячи людей вышли на центральные городские площади, чтобы показать миру, что не хотят воевать с братским народом. На традиционном народном Вече у обл. администрации собрались и жители Запорожья, а городская власть, политические партии и общественники сделали совместное заявление. Больше знает Александра Глазунова. Еще в субботу ночью возле обл. администрации начали собираться люди. В соцсетях стремительно распространилась информация о возможном захвате здания. Запорожская самооборона объявила всеобщую мобилизацию. Добровольцы забаррикадировались в помещении областной администрации. Мы не захватывали это здание, мы зашли сюда мирно, но мы будем его оборонять от любых проявлений насилия. Часть помещений, где возможна атака, мы аккуратно забаррикадировали, ничего не портя, ничего не ломая. По согласованию с комендантом этого здания, все под его контролем делалось. Активисты уверяют, за порядком в здании следят с особой тщательностью. Мародерство мы не допускаем, у нас все под контролем, у нас все культурно, все организовано, у нас есть питание, у нас есть медсума. Тем временем контроль над ситуацией был утерян на Крымском полуострове. 1 марта в 17.20 президент России Владимир Путин дал добро на ввод вооруженных войск на территорию Украины. Мировая общественность окрестила это началом войны. Украинцы массово пошли записываться в военкоматы, но запорожские военные уверяют, поводов для паники пока нет. Воинские части планово проверяют готовность к боевой технике, но всеобщие учебные сборы в связи со сложившейся ситуацией Совет нацбезопасности и обороны объявил. На сегодня в Запорожской области мы проводим сборы только тех людей, которые идут на укомплектование районных и областного военного комиссариата. Никакой команды на проведение мобилизации, еще раз хочу подчеркнуть, что мобилизация не всеобщая, не частичная в Украине, не объявлена. Сказать «нет» войне на площадь перед обл. администрацией вышли тысячи жителей Запорожья. Отличительной чертой митинга стало отсутствие флагов полицил. Люди принесли с собой только сине-желтые знамена. По традиции митинг завершил гимн Украины, после которого активисты запустили в небо символ мира – белых голубей. На мировую пошла и городская власть с представителями всех политических партий и общественных организаций. В течение нескольких часов вели переговоры и пришли к выводу. Необходимо забыть обо всех политических конфликтах и подписать мировое соглашение. Заодно сделали совместное обращение к жителям города и центральным органам власти. Мы закликаем запорожцев не поддаваться провокациям, уникать любых заяв и действий, которые объединяют общество за политическими, национальными, релігийными, мовными и другими ознаками. Провокировать гражданский конфликт, создавать загрозу суверенитету и территориальной ценности Украины. Мы возвращаемся к центральным органам государственной власти с требованием держаться от ухваления законов и решений, что ведут до раскола общества. Однако спустя некоторое время активисты Майдана пришли в Горсовет и потребовали от мэра Александра Сина написать заявление об отставке в течение 24 часов. Лидер Запорожского Майдана Игорь Артишенко опубликовал это заявление и на своей страничке в Фейсбук. Там указал, что срок истекает 3 марта в 14.00.